Досмотрите до конца и сохраните это видео себе на компьютер, если вы заинтересованы, чтобы вы и ваша семья, вне зависимости от того, что происходит вокруг, пребывали в спокойствии, радости, счастье и здоровье. Меня просили об этом. На последнюю точку поставил друг. Подошел, говорит, Дань, что нужно для того, чтобы комфортно себя чувствовать? Без света, бензина, еще чего-нибудь. Ну, решили записать. Называется дождиками. Подробнее поверну камень. Автономия выживаемости. Выживайка. Ладно, сейчас все будет. Ну, отсюда я буду брать примеры и показывать, в какую сторону надо направлять мышление, когда задумываетесь, что вы хотите делать дальше. Выживайка. Автономия выживаемости. Это я так сделал, чтобы мне было проще вам рассказывать. Я так ориентируюсь в своем сознании. У меня пространственное мышление, образно-пространственное. И мне легче подавать вот в таком материале, чем в списках каких-то. Так, это чтобы тень сильно не заслоняла. Если в одном из этих направлений вы уже имеете практики, опыт, вы уже бесценны для общества. У нас есть три ключевые направления в нашей жизнедеятельности, которые взаимосвязаны друг без друга, им сложно. Но если они четко взаимодействуют, все остальные творческие направления, мастерские, какие-то изобретения художественные, либо физические, что угодно. В общем, вся остальная жизнь напрямую зависит от этих трех ключевых факторов. Как мы это обозначаем? У них нет главного. Они все друг для друга главные. Сейчас объясню, почему. Коневодство – это лошади и все, что с ними связано. Это тяговая сила, которую не надо заправлять, к примеру. Это независимость. Это полная автономность. Кузня и металлообработка – это автономность и для лошадей, и для сельхоз. И производство питания. Ну, сельское хозяйство. К примеру, с чего начнем, если у вас есть ножик, есть огнива. Огниво разводить костер. Ну, огонь. К примеру, начнем банально. Если у вас в кармане лежит палочка огнивки, у вас в кармане лежит 2500 коробки спичек. Если перевести в расходник, в расход. В плане затрат – это минимальное вообще. Ну, на китайских сайтах, к примеру, на Алиэкспрессе, там за 60 рублей огнивые есть. Я брал за 120, такие вот большие. Эта сумма увеличивается втрое. И это лежит с собой постоянно, где бы ты ни находился, весит почти ни о чем. Сверло, нож. У нас есть, к примеру, ну, берем для выживания. Нам надо посадить землю, огород. Это надо обработать, спахать, сборонить, что-то культивировать, подвести, отвести, собрать, увести там на мельничку. Это лошадь. Для телег и для сельхозинструмента нужна кузня. Плюс для самих лошадок, для сбруи нужна кузня. Все железные штучки. Для кузни, кузнецу, конечно же, нужна пища однозначно. Кузнецу нужна лошадь, уголь подвести, отвести, руду, либо металл. Вот. Уголь это кто-то, кто кузней занимался, поймет, что это первое в кузне. Все остальное можно сделать руками, кроме угля. Ну, в смысле, максимально затратно это сам уголь. Меха, надув, поддув, горн, инструмент, это все воспроизводится как бы, ну, без особых затрат. Для подвоза угля, заготовки и т.д. и т.п., нужны лошадки. Лошадкам нужно питание. Это овес, к примеру. Вот. И сено. Производство питания. Углубляемся дальше. К примеру, если у вас есть оружие, либо танк проходимый, выживаемости это отношение никакого не имеет. Вы становитесь, так скажем, на ту грань, когда у человека страх перед вами. А это не дружеские отношения. дружеские. Это когда вы кузнец, это когда вы с лошадкой, это когда вы умеете находиться на земле и брать от нее. Вот тогда вы становитесь другом для тех, у кого нет навыка находиться ни там, ни сям, ни тут. Он научился стрелять, научился орать с трибуны, утрируем сразу. и все. Практического навыка нет. Все упирается в практический навык. Для того, чтобы сделать ножик, даже кузни не надо. Это в лесу из любой железки ножик этот можно сделать. Серп тоже самое. Косу уже проблематично. вот можете посмотреть кузнецы. Подумайте, насколько это затратно, чем приобрести, когда это еще есть. Что такое коса? Коса это обеспечение сеном лошади. Во-первых, козы, коровы, кролики и т.д. и т.п. Курицы. Это все относится к производству питания и к покосу. Коса закрывает лошадь. Потому что накосить даже на две-три козочки это надо жить на покосе рядом. Если где-то он поодаль, все. Теперь мы понимаем, что с этим делать. Дальше. Топор. Ну, к примеру, я топор не взял. Взял такую штучку. Это очень удобно для производства всяких ванночек, сливов для крыш, чтобы вода стекала, долбленок. Это лодок, кто не знает название. Так вот, чтобы вот такую штуку сделать в кузне, на нее затрат минимум. Меньше, чем на косу будет. но чтобы сделать сверло уже больше. Чтобы сделать, к примеру, ту же ножовку в кузне, это уже фигли-мигли. так что, к примеру, если у вас есть вот такие отработавшие пилы с ленточных пилорам, это у вас лучевка куда угодно и сколько угодно. Хоть пачку набрал их, две дырочки и все, у вас пила. Затачивать ее не проблема. Разводить тоже не проблема, если у вас есть полотно. Если у вас его нету, будете пользоваться топором. Идем дальше. к примеру, то, что касается лошадок, в основном лошадок, это веревки, но так как лошадками пользуются мало, мало кто знает, что потрелевав два денька лес даже на дрова, не считая, что если его надо троллевать на стройку, от веревки, от синтетической, вот так вот ничего не остается. Это выкидывается, ну как выкидывается, добивается и используется уже по другому назначению. Цените вот такие вещи. Цепочки я только длинные не взял. Металлические цепи это перелесть. Старые, не старые, не обращайте внимания. С толстых цепей прелестная лебедка получается. Раньше, если забьете в YouTube, пеньки вырывали лебедками, по-моему, название у нее рычаговая лебедка. миска миска а вот еще что там пьется в миске с и все с миска Продолжение следует...